Мягкие деревянные карандаши Рыбакит Папа рисует, плюс специальные уроки рисования внутри. Полный рост британца. Я очень трудно искал, где британец стоять может полный рост. И в принципе он в жизни никогда не стоит. Это, наверное, такая суть этого кота. Но начнем, пожалуй, с тела кота. Нарисуем тело. Я такого маленького котика буду рисовать. Нарисуем овал или котлету. Я называю ее котлетой. Котлета. Довольно протолковатая котлета с серым цветом. Гуашью очень приятно красить. Вот все это подкрасил, все это замазал. Очень приятно мазать. Теперь рисуем ему голову. Голова вот так. Голова довольно круглая. И сразу она дотрагивается до нашего тела. Довольно круглую голову. Мы такого как плюшем рисуем. Котеночка. Но он будет очень милый. Немножко и шейку, конечно, сюда идет. Вот такой. Вот он вот такой. Милашка. Что у кота, у британца есть еще? Я думаю, у него есть лапки. Одна лапка. Рисуем одну лапку. И такие толстенькие. Не тоненькие лапки, а толстенькие лапки. Толстенькие. Стараемся толстенькие. Так вот, чтобы впереди, около головы, две лапки. А сзади еще парочку, еще парочку лапок. Одна лапка. И тоже. Они такие толстоватые. Вот такой не просто такой хиленький. Вот такой крепкий парень. Хорошо кушает. Так, и хвост. Хвост, в конце концов, тоже потолще нарисуем. Вот такой вот толстенький котик. И осталось только ушки. Ушки на макушке, как известно. Два треугольника сверху рисуем. Такие вот довольно большие, такой лопокухий такой хвост. Кот у меня получился. Вот такой котик. Ох, британец. Малой. Даже можно еще лапки чуть-чуть такие потолще сделать. Такие большие. Видно, что это котенок. Лапки у него еще такие большие, но крепкие. И это вырастет наверняка котик. Мы нарисовали серым. Закончили. Можно стереть его с кисточки. А что значит стереть? Смыть. Раз, 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 раз. Всегда надо смывать его очень чисто. А потом я вытираю еще тряпочкой. Маленькой тряпочкой или салфеточкой. Так, дальше. Что есть у кота еще? Есть глаза и есть носик. Давай с глаз начнем белилами и желтеньким их нарисуем. Сначала белила. Сначала посередине нарисуем два кружочка. Примерно посередине. И довольно большие. Рисуем такие маленькие кружочки. Вот у тебя довольно большие кружочки. Старайся не размазывать, а так дотронуться, провести и остановиться. Дотронуться, провести и остановиться. Чтобы белый цвет не размазал наш серый цвет. И были приятные глазки. Мы, конечно, их сейчас делаем желтеньким. Потому что они желткие. Но белый цвет у нас есть. И мы немножко, я думаю, белого цвета немножко добавим сюда. Маленькие точечки. Маленькие точечки. Я думаю, это будет здорово. Маленькие точечки везде добавим на нашу обретацию. Он будет у нас серо-беленький такой. Но только очень надо нежно. Очень, очень, очень нежно-нежно красить. Так, чтобы они еле-еле касались. Чтобы они были почти прозрачные. Эти точечки, я думаю, Сабина сможет нарисовать. Это девочка, для которой я рисую. Маленькие, маленькие точечки, 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 точечки. Малюсенькие точечки. Можно даже с серым с белым смешать. А можно просто вот так вот этим же белым чуть-чуть подмазать. Где можно чуть-чуть беленького. Он такой будет шершавый кот. Шершавый, потому что у него много-много волос. Поведение у них отличное. Характер у них замечательный. У наших котов британцев. Так, это мы сделали белые точки. Теперь желтые глаза. У них желтенькие глазки. Обычно желтенькие, бывают оранжевые. Мы просто желтеньким покрасим. В желтенькие добавим немножко коричневого. Не останавливаясь. Чуть-чуть коричневого. Чуть-чуть, как мы уже это делали с портретом. Чуть-чуть коричневого, чтобы они стали так потемнеть. После этого возьмем черный и нарисуем нос. Нос черный. Глазки, зрачки черные. И теперь или тоненькой кисточкой, или такой же кисточкой. Вот такие два полукруга здесь. Здесь чуть-чуть так, чтобы было понятно. И немножко углубим ушки, дырочки такие сделаем. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Здесь тени, тени в ушах, тени они такие глубокие. Вот, отличный котик. Супер. Вот здесь можно на лапках по два или по три палочки нарисовать. Мазочка. Это там у него коготочки прячутся. Ну, я думаю, все закончен наш чудесный котик. Только единственное, надо ему еще усики прерисовать. И блики белые. Смываем кисточку. Смываем кисточку. Берем, наверное, зеленый цвет и нарисуем немножечко, как я люблю, как я люблю, немножечко травы. Тоже мазочками. Раз-раз-раз-раз-раз. Лето-лето-лето. Есть повод нарисовать немножко травы. Я думаю, ему понравится. И получился у нас отличный кодик. Давай смоем кисточку. Положим ее рядышком. Я найду тоненькую кисточку. Вот у меня есть тоненькая кисточка. И тоненькой кисточкой нарисуем несколько штук таких. Например, как черной красочкой. Можно нарисовать маленькие-маренькие. Такие совсем тоненькие. Давайте еще раз возьмем. тоненькие усики, это важно, без усов, кот-не кот, маленькие точечки здесь можно рисовать, это важно, важно рисую маленькие точки вот здесь вот у него на мордашке, маленькие усики, здесь можно тоже продлить чуть-чуть усики, чтобы они чуть-чуть видны были, я не знаю как это объяснить, но здесь очень тоненькая деликатная работа, но это важно. Ну и также в конце немножко белил блики, блики на его глазках, белил берем и так кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, все, я думаю отличный кот получился, достаточно просто чтобы повторить, чтобы вы смогли повторить, у нас есть еще, напоминаю, что есть портрет кота британца, он минуты раньше вышел, я рисую по очереди, сначала портрет, чтобы было понятно вот как ребенку рисовать голову, да, посложнее немножко, да, или здесь простого кота, серая, котлета, кружочек, ушки, лапки, хвостика, потом глазки, все нарисовано, записано, сохранено и сохраняйте это все сюда, сохраняйте в рыбакин попрессу, в смысле подписывайтесь на телеграм-канал, хорошего дня, делитесь рисунками и пока-пока.